Я Дионис Афоничев. Здравствуйте! В этом видео я расскажу о пяти разных уровнях сознания Панча Кроша, которые описаны в ведической литературе. При нормальном гармоничном развитии личности человек должен поочередно проходить в течение жизни все эти пять стадий развития сознания и достичь в конечном итоге высшего уровня, который обеспечивает главную цель человеческой жизни духовное самоосознание. Но мы живем в таком обществе, где уже давно позаброшены все традиционные формы воспитания. В обществе, в котором царит утилитарная философия потребления и поголовный атеизм. И большинство людей, как правило, застревают на одном из трех низших уровней, тем самым деградируя в животные формы жизни. Сейчас я подробно опишу все уровни сознания, начиная с самого низкого. Самый низший уровень сознания означает сознание, зависимое от еды. Это уровень грудного ребенка, который испытывает только две потребности в еде и во сне. Для грудного ребенка это состояние сознания является естественным, но никак не для взрослого человека. Согласно ведам, существует всего четыре животные потребности. Это еда, сон, секс и защита. Сфера интересов человека должна выходить за рамки этих базовых потребностей. Если же человек продолжает оставаться на уровне анумая, то нужно понимать, что это еще не человек, это двепаду пашу, двуногое животное. Животное есть животное, и такие люди, которых заботит только еда, секс и собственный комфорт, соответственно и воспринимают мир на уровне животных и зачастую понимают только примитивные виды взаимоотношений, на уровне грубой и тонкой силы. Это как в природе. Например, в стае волков, вожак стаи это тот, кто способен внушить страх другим членам стаи и обеспечить их пропитанием. Таким образом, с людьми уровня животных необходимо общаться, исходя из понимания данной психологии. Разумный человек должен во взаимоотношениях с двепада пашу соблюдать дистанцию, чтобы не осквернять свое сознание общением с ними. Известный ведический лектор и проповедник Лакшмина Райана Прабу приводит в пример такую мантру, которая соответствует уровню сознания Ану Майя Кроши. Ом Ахаринам Ду, Ом Ахаринам Декха, что переводится как «Истина в еде», «Дайте еды». Не нужно думать, что если человек на этом уровне еще не совсем человек, а животное, то он будет бегать на четвереньках и метить углы. Хотя такое тоже бывает. У таких людей могут быть и свои религиозные представления, например, когда у бога просят исключительно хлеба насущного или чтобы дети были сыты, и своя культура, основанная на потреблении, и наука, построенная на пустых гипотезах. На санскрите такое псевдознание называют Ану Мана. Таким образом, на уровне Ану Майи счастье определяется исключительно материальным достатком и сытым желудком, а смысл жизни видится в удовлетворении материальных чувств. Пранамая – это следующий уровень сознания, который уже предполагает, что человек начинает заботиться о своем теле, задумывается о своем здоровье, занимается спортом и так далее. Прана – это жизненная энергия и здоровье человека. Человек на уровне пранамайи уже стремится к некоторым самоограничениям в еде, сне и сексе, с целью улучшать свое здоровье и накапливать энергию, таким образом направляя свои силы на развитие тела и на зарабатывание денег. Наука на этом уровне сознания называется Пратьякша, то есть основанная на чувственном восприятии. Если я что-то вижу, слышу или чувствую, значит это есть. Если я это не вижу, не слышу и не могу потрогать, значит этого нет. Этот уровень сознания уже предполагает некоторую степень осознанности и вершиной самоосознания пранамайи Коши является Хатха-йога. Третий этап – это Манамайя, платформа ума. На этом уровне человек начинает учиться строить ментальные концепции и сосредотачивается на получении и обработке информации из различных источников с целью формирования собственной концепции мироустройства на основе компиляции из обрывков знаний. Ум такого человека становится спекулятивным и эгоистичным, так как действует независимо от разума. Люди уровня Манамая часто становятся различными мыслителями и писателями ни о чем. Бесцельное теоретизирование – это их конек. Часто такие люди любят поспорить или превращаются в зануд, насыщают свою речь сложными терминами, а на высшем уровне становятся различными контактерами, экстрасенсами и медиумами, благодаря развитию тонких функций своего ума. Пределом самоосознания таких личностей является стремление постичь вечные законы бытия с помощью умозрительных рассуждений, которые приводят их к представлению о некоем высшем разуме Вселенной. Платформа разума Вигиана Майя предполагает, что человек уже способен различать и принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное для своего духовного самоосознания. На уровне Вигиана Майи человек начинает практиковать одну из авторитетных систем йоги, изложенных в таких трактатах, как йога-сутры Патанджали и Бхагавадгита. Любые другие виды йоги, не изложенные в шастрах, являются продуктом умственных спекуляций Мана Майи. Вигиана Майя Кроша означает, что сознание пропитывает разум и живое существо начинает постигать свою природу, устройство грубого и тонкого тела, понимает различия между духовной и материальной энергиями, а также понимает, что является не телом, а душой. Научное знание на этой платформе строится на трех основах – садху, гуру и шастры, то есть слова святых реализованных личностей, наставления духовного учителя и утверждения священных писаний. Также на уровне Вигиана Майи отвергается пустое непрактичное теоретизирование. Знание должно быть практичным и должно приносить пользу и способствовать развитию личности, иначе оно бесполезно и даже вредно. И последняя ступень развития сознания – это Ананда Майя. Это уровень вечного духовного блаженства. Это последний этап развития личности, на котором живое существо становится освобожденным от условностей и привязанности материального мира и полностью посвящает себя любовному преданному служению Богу. Это называется Бхакти-йога. Ананда Майя Кроша – это уровень сознания великих освобожденных душ – Махаджан. К сожалению, большая часть современного общества находится на уровне животных, то есть их сознание определяется как Анумайя. Когда я готовил материалы к этому видеоролику и искал подходящие иллюстрации, то на запрос «Разумный человек» поисковая система выдавала огромное количество изображений неких полуобезьян и неандертальцев. Меня это, конечно, удивило, так как я привык представлять себе разумного человека в образе мудреца. Но так уж вышло, что современная наука – это преимущественно Анумана и Протягша. И ведя свое происхождение от обезьян, говорящие животное склонны считать себя разумным только из-за способности произносить членораздельные звуки, так как не имеет никакого представления об истинной разумности. Важно также понимать, что находясь на определенном уровне, невозможно различать уровни вышестоящие. То есть человек, как правило, способен различать только уровни, которые ниже его собственного, а более высокие автоматически воспринимаются как равные ему. В моем случае я практически не способен видеть внешнюю разницу между двумя высшими уровнями – уровнем разумного служения Богу и уровнем духовной любви к нему. И мне приходится доверять в этом старшим авторитетам и священным писаниям. Также человек, находящийся, например, на уровне манамайи, считает более высокие уровни такими же зацикленными на умственных спекуляциях, как и он сам. И тем самым он лишается возможности постигать истину. И при этом не способен различать разумность и тем более возвышенную духовность в других людях. Каждый судит по себе. Таким образом, любой человек, находящийся на нижних четырех уровнях, обязан заниматься развитием своего разума с помощью изучения священных писаний и слушания знаний от авторитетных личностей, обладающих сильным разумом и духовной реализацией, с целью достижения высшего уровня сознания, который, в свою очередь, ведет человека к абсолютному счастью и полному освобождению от тройственных материальных страданий. С вами был ваш скромный слуга Дионис Афоничев. До свидания.